шалом что делать когда мы исполняем заповедь утешения ближнего когда у кого-то кто-то ушел с этого мира вот мы приходим к этому человеку исполняем очень важную митву как вести себя что нужно делать а особенно что не нужно делать потому что в горячих чувствах мы мы можем натворить очень много беды и сделать этому человеку вместо утешения наоборот опустошение у нас складывается неправильное впечатление о понятии утешения уже одно то что мы приходим к человеку чем больше людей приходят тем больше это его восстанавливает усиливает его жизнь потому что он важный в глазах других когда мы приходим к знакомым которые вот совсем недавно пережили похороны близкого человека мы не должны пытаться закрыть его рану лучше сказать плач лучше сказать человеку что твоему горю нет границ я с тобой в этот момент если нужно плакать не стесняйся плачь я не пытаюсь тебя остановить потому что с этими слезами выходит горе человека но выйдет время лечит но это время нельзя укорачивать человек должен понять что он потерял что-то очень дорогое в этом заключается утешение человека после холокоста на могилу праматери рахели приехал хаим лейб шмулевич один из великих литовских раввинов написано про маму рахель второе что сам господь утешает и говорит удержи щеки свои от отрыдания и глаза твои от слез ибо есть воздаяние за труд твой вернуться сыновья из вражьей страны всевышний утешает маму рахель что все евреи в конце концов соберутся и придет на шеях что же говорит раби хаим лейб шмулевич а я твой маленький сын раб хаим прошу тебя мама не удерживай щеки свои отрыдания и слезы твои пусть не утихают пока не дойдут они до престола творца и он не своим милосердием великим не утешит весь еврейский народ в книге зор написано что именно крик рахель дойдет до самой глубины рая где находится эпицентр откуда фактически выходит избавление евреем сам машиах пробуждается когда слышит крик рахель дамы и господа пусть каждая слеза каждый крик рыдание каждое безутешное страдание будет как капелька как цепочка как звено великой цепочки которая создаст некий круг безопасности круг воспоминания будет пробуждение наверху и наконец-то придет машиах и мы увидим всех наших близких как написано в торе что приход машиаха сопровождается возрождением и восстанием из мертвых аминка не раться за ерунда все